Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами разговариваем о яблочно-молочном брожении. Что это такое, какие факторы на него влияют, хорошо оно или плохо, и как его распознать. Итак, что же такое яблочно-молочное брожение? Это процесс превращения яблочной кислоты в молочную с выделением углекислого газа. Сама по себе яблочная кислота, она довольно резкая, она довольно агрессивная. И больше всего ее будет в недозревшей винограде. Молочная кислота, она более мягкая, более такая приятная для нас, для вкуса. Поэтому при осуществлении вот этого самого яблочно-молочного брожения, именно кислый вкус вина, агрессивный вкус вина, он меняется, и вино становится более приятным, более бархатистым. Кроме того, в процессе яблочно-молочного брожения начинает меняться ароматика. Из вкуса свежего винограда начинают появляться какие-то новые ароматы, новые вкусы, новые запахи. Это может быть. Например, может появляться вкус кислого молока, вкус сливочного масла, вкус пшеницы, даже вкус квашеной капусты. Я вам говорила в одном из прошлых видео, что иногда в процессе появляется такой вкус огуречного рассола. Скорее всего, что это как раз-таки следствие яблочно-молочного брожения. Но потом, как правило, все хорошо, и вкусы вина становятся приятными. Как мы понимаем, что яблочно-молочное брожение идет? Напомню, что процесс идет с выделением углекислого газа. И, соответственно, регистрировать вот это самое брожение мы можем по затвору. Мы знаем, что у нас уже сахар там закончился, он выбродил. Более того, смотрите, поверхность вина гладкая, пузырьков, пенок мы никаких не наблюдаем. Казалось бы, все, да, брожение закончилось. А тут что-то странное. Брожение как бы еще идет, да, затвор стоит на разных уровнях. Почему я очень часто говорю, особенно для новичков, заведитесь такими затворами. При этом часто тоже бывают комментарии, да, как раньше ставили без затвора. Да, пожалуйста, не хотите, не пользуйтесь. Конечно, без затвора вино переживет, и вполне можно его сделать. Это удобно. Вот, мы видим, что процесс идет. Яблочно-молочное брожение, оно, как бы, на него влияет температура. Оптимально 20-25. Если температура снижается, то яблочно-молочное брожение, оно идет очень долго. И что часто происходит? Бурное брожение, да, у нас закончилось, перчатка опала. Если мы пользуемся, либо там другой тип затвора, который когда-то там выделяет какую-то бульку, да, мы видим, что все, бульки не выделяются, все у нас хорошо, мы с осадка сняли и перенесли в холод. Если яблочно-молочное брожение началось, оно закончится. Но этот процесс может длиться очень долго. Если же мы выдерживаем вину при оптимальной температуре для этого процесса, то и процесс сам будет идти быстрее. Поэтому это удобно. Нам просто удобно это видеть. Ну, не хотите видеть, как говорится, ну, ваше право. Первый фактор, который влияет на яблочно-молочное брожение, это температура. Мы, в принципе, с вами о ней уже поговорили. Единственное, что при 30 градусах яблочно-молочное брожение останавливается. И в некоторых жарких странах, в некоторые годы яблочно-молочное брожение не происходит совсем. И, казалось бы, в жарких странах не должны быть проблемы с кислым вином. Но, тем не менее, бывают вина из-за того, что яблочно-молочное брожение не произошло, такие кислые, что пить их невозможно. Это литературные данные. Следующий фактор – это pH-фактор. Оптимальный 3,3. Если он ниже, то процесс яблочно-молочного брожения может замедляться. Еще один фактор, который может быть для домашнего виноделия не столь актуален, но ввиду того, что добавление серы сейчас очень активно, и даже, я бы сказала, в некоторых случаях агрессивно пропагандируется, содержание серы. То есть, сера угнетает развитие яблочно-молочных бактерий. И в некоторых случаях, по ошибке, либо по еще чему-то, можно добавить столько серы, что яблочно-молочное брожение просто не начнется. Такое тоже может быть. Длительная выдержка на мязге способствует развитию яблочно-молочного брожения. Протекание процесса яблочно-молочного брожения способствует умеренная аэрация. Это вино я вам показывала приблизительно неделю, может быть, чуть больше назад. И я вам часто говорила, что когда снимаете с осадка, ставьте еще затвор, несмотря на то, что брожение может полностью остановиться, даже вот такой затвор развернуться, водичка в обратную сторону, я вам всегда говорю, что не спешите убирать в холодное место. Сняли с осадка, поставьте затвор и подержите некоторое время. Так вот, в том случае у меня затвор уже был развернут, я с осадка сняла, и что мы видим? Мы видим, что брожение идет. Мало того, я вам скажу, что в те годы я не замечала, а в этом году тоже на другой бутыле затвор развернулся, я просто достала пробку, поставила ее заново, и даже этой порции кислорода было достаточно, чтобы затворчик развернулся. То есть, напомню, для чего вот это. Оно не влияет на вино, это всего лишь удобный инструмент нашего информирования, и не более того. Также есть данные, что добавление дубовой щепы влияет на протекание яблочно-молочного брожения, и облегчает его, но, честно говоря, я рассказывала про это и в прошлом году, данные литературные, но я никогда для этого не добавляю ничего. И если вы решите добавлять, например, тоже часто вы спрашиваете, а сколько мне добавить этой самой щепы? Сложно сказать, зависит от фракции, от того, насколько эта щепа обжарена, но добавьте чуть-чуть, и лучше более крупную фракцию, потому что если вы добавите такую совсем меленькую, она вам может дать слишком много танина. В принципе, прекрасно протекает яблочно-молочное брожение, по крайней мере у меня, без добавления чего бы то ни было, поэтому над этим стоит подумать, добавлять, либо не добавлять, может быть, и не совсем это оправдано. Всегда ли нужно яблочно-молочное брожение? Для красных вин на самом деле это стандарт, оно нужно обязательно. Оно улучшает, оно смягчает вкус. По белым винам есть определенные споры. Мы помним, что у белых вин определенная кислотность должна быть, она придает вину свежесть, оно становится более выразительным, поэтому некоторые авторы считают, что проведение яблочно-молочного брожения в белых винах делает эти вина плоскими невыразителями. В то же время, например, в Швейцарии считается, что все белые вина должны пройти через яблочно-молочное брожение. Я в своих светлых винах, в принципе, как и во всех винах, никогда ничего не останавливаюсь, и какой-то процесс должен идти, значит, он должен идти и завершиться так, как ему положено. Я стараюсь действовать по принципу минимального вмешательства. Как поступать вам, это уже на ваше усмотрение. В белых винах остановить яблочно-молочное брожение можно с сульфитацией, либо ранним осветлением. Только отбродила его осветляют, таким образом бактерии осаждаются вместе с тем агентом, которым мы осветляем. Ну, в общем-то, там уже теоретически ничего не должно идти, но мы знаем, что в промышленности все равно там подстраховываются, все равно всегда используется сера и какие-то другие стабилизирующие агенты. В то же время, если хотят получить более округлое вино, опять же, мы всегда руководствуемся тем, что мы хотим получить в результате. То есть, если свежее вино должно быть, это мы говорим о белых винах, значит, яблочно-молочное брожение не проводится. Если мы хотим более округлое вино, более такое мягкое, то яблочно-молочное брожение можно провести. Но поскольку мы вообще в северных регионах, и проблемы с недостатком кислоты у нас точно нету, то, повторюсь, я считаю, что ничему не надо мешать. Но это мое мнение. Вы поступаете на свое усмотрение. Вы, наверное, зададите вопрос, так хорошо, а как нам, если вот у нас нет там затворов, мы использовали только перчатки, как понять, что это брожение идет? Просто, когда вы сняли с осадка, налейте полную емкость, подержите ее, либо плотно под перчаткой, натяните ее просто очень-очень плотно. Узкое горлышко, можно на пальчник одеть, шарик воздушный, чтобы немножко регистрировать вот это выделение углекислоты. В принципе, можете крышкой закрыть, и иногда просто ходить ее открывать там раз в неделю, раз в две недели от того, что вы ее чуть-чуть откроете. Не надо бояться уксусного скисания, его не произойдет. Можете попробовать. Когда вы вот это вино нальете в бокал, вы почувствуете на языке легенькие пузырьки вот эти вот углекислого газа. Это говорит о том, что брожение идет. Ну, конечно, вот эта штука, она самая простая в этом плане. Так как в процессе яблочно-молочного брожения кислотность снижается, то можно его зарегистрировать по изменению этой самой кислотности. Но для этого надо иметь приборы, надо иметь определенные знания. Я так глубоко не лезу, и, в общем-то, вам не советую, потому что в некоторых дебрях без определенной подготовки можно запутаться. То есть это просто ни к чему. И сейчас коснемся некоторых отклонений от правильного процесса яблочно-молочного брожения. Я неоднократно вам говорила, что остаточный сахар – это вред, потому что он является пищей вот этих самых молочных кислых бактерий. И в таком случае они не пойдут по пути вот этого хорошего процесса, нужного нам брожения. Нет, они будут вырабатывать, они будут перерабатывать сахар на уксусную кислоту и молочную. Соответственно, вино наше будет портиться. Именно поэтому я вам многократно говорю о том, что если брожение закончилось, а вам хочется сладенького, не надо сыпать туда сахар. Если вы уже это сделали, значит, надо подвергнуть вино какой-то обработке, чтобы яблочно-молочное брожение... Если вы уже это сделали, значит, вино нужно подвергнуть какому-либо из видов обработок, температурной, либо там серой, если вам очень хочется, но чтобы эти бактерии уже не развивались, потому что, может быть, не очень хорошо. Если вы до этого так делали и избегали процесса порчи, ну, очень классно, значит, вам повезло. Но тем не менее, такое может быть. Может иногда случаться так называемое ожирение вина. Когда вино вдруг становится тягучим. Я в реальности с этим не сталкивалась, но в прошлом году мне кто-то писал в комментариях о том, что вино превратилось буквально в кисель. И я это видела своими глазами по телевизору. По-моему, это была передача с Баженовым, где рассказывалось про грузинские вина. И там он выкапывает квеври. И достает оттуда такое вот желе, кисель. Это явление, оно само по себе не страшно. Оно не изменяет вкус вина. Единственное, что может способствовать развитию каких-то других микроорганизмов. Что рекомендуется? Ну, понятно, промышленности рекомендуют сульфитацию. Можно проветрить максимальное вино и причем пролить его через друшлаг, через сито, для того, чтобы вот это все разрушить. Вот эти структуры. Ну, после этого, в принципе, я думаю, что можно пастеризовать, и ваше вино будет абсолютно нормальным. Либо попробовать оклеить, например. Потому что оклейка, она в том числе и микроорганизмы тоже склеивает, они выпадают в осадок. То есть какую-то такую обработку провести, и ничего страшного, как бы с вашим вином все будет хорошо. Ну, конечно, у вас может возникнуть вопрос, а что сделать, если оно не началось? Ну, первое, надо убедиться, а действительно ли оно не началось. Возвращаемся к вопросу затворов, перчаток и всего остального. Об этом я уже вам говорила. Дальше, если ваше брожение было очень-очень бурным, и буквально там за неделю все отбродило, то вполне вероятно, что яблочно-молочному брожению и развитию вот этих бактерий понадобится некоторое время. Поэтому с осадка сняли, под горлышко налили и чем-то прикрыли. Все, оставьте на некоторое время, на недельку, на две при комнатной температуре и понаблюдайте. Нет такой возможности, отнесите в подвал, все, пусть там стоит когда-нибудь, но начнется только вот не разливаем слишком рано в бутыли. И иногда ходим и пробки проверяем, чтобы если оно началось и пошло, выделение углекислого газа, чтобы у вас там не порвало все. То есть вот эти моменты просто нужно учитывать. При этом, например, через некоторое время постояло у вас вино неделю-две, вроде там ничего не наблюдается, сделайте еще одну переливку, помним, умеренная аэрация, она может поспособствовать вот этому яблочно-молочному брожению. Ну, в принципе, оставьте вино в покое, пусть оно стоит тут. И, например, через некоторое время, когда вы проверяете, можете даже сделать переливку, помним, умеренная аэрация, она может повлиять на процесс, я вам об этом тоже уже говорила. При высоком содержании спирта данный тип брожения не протекает свыше 14, уже, ну, эти бактерии, им плохо, они не хотят развиваться, поэтому, если у вас получилось вино крепким, ну, значит, так получилось. Скорее всего, что яблочно-молочное брожение там не наступит, можно и не ждать. Ну, и напомню, для красных вин процесс обязательен, для белых по желанию, хотя швейцарские виноделы говорят, что этот биологический процесс необходим для полного созревания вина. Это способствует улучшению продуктов наших виноградников, наших, то есть швейцарских. Ну, а что делать вам? Выбор за вами. На этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. В комментариях пишите свои мнения, задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку «Еще», ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. До новых встреч!